Мудрецы сказали, предание, рассказанное Двойпаяной, величайшим мудрецом, удостоившееся высокой чести, так как оно было прослушано богами и брахманами-мудрецами, это сказание о потомках Бхараты, лучшее из повествований, разнообразное в отношении стихов и глав, наделенное тонким смыслом и строгой последовательностью, проникнутое значением вед. Мы хотим услышать священное содержание этого сказания, которое отличается стройностью изложения и исполнено совершенство, дополнено различными шастрами и согласовано с четырьмя ведами. Составленное в ясой, чьи деяния необычайны, оно уничтожает страх перед грехом. Его во время жертвоприношения царя Джанамеджайи рассказал с увлечением и в соответствии с обычаями мудрец Вайшампаяна по поручению Двойпаяны. Сута сказал, поклонившийся Шане, изначальному мужу, которого часто призывают и высоко почитают, единственно нетленному и вечному, который есть Брахма, раскрывшийся и нераскрывшийся, несуществующий и существующий, который есть вся Вселенная, который отличен от существующего и несуществующего, создателю высшего и низшего, древнему и высочайшему, неиссякаемому и благосклонному, который сам благосклонность и кто есть Вишну, желанному, безупречному и чистому властителю чувств, наставнику всего движущегося и неподвижного, Хари, я выскажу здесь полностью мысли великого мудреца Вьяссы, чья сила неизмерима.